Приветствую друзья в заключительной серии по детальной сборке пластиковой модельки Т-34 от звезды в 35 масштабе. Но еще будет пару видосиков по покраске. Я уже придумал классный камуфляж для этой машины. Советую всем, кто не видел, посмотреть предыдущие ролики, чтобы лучше понимать, что к чему. На будущее, если будете продолжать заниматься этим хобби, можете подобрать себе более удобные клеи для модели. Например, такой с иглой или с кисточкой. Клей уху более густой, а этот от Tamiya сверхжедкий. На самом деле нужен и такой, и другой. Также рано или поздно понадобится шпатлевка для заделки щелей. Чуть не забыл про свой любимый густой суперклей. Иногда без него никак. Ну и конечно же, вам потом понадобится куча инструментов. Всяких пилочек, надфилей, сверл и прочего. Ну а каких стартовых материалов инструментов хватит для первой модели, я упоминал в первой серии. Гусеницы и катки у меня съемные, для удобства покраски. Но можно их просто приклеить, для облегчения вашей работы. Также доработанная съемная башня. Что ж, поехали завершать сборку. Один из таких важных инструментов, это пинцет. Например, сейчас будем клеить передние брезговики. Держу пинцетом деталь, наношу немного клея зубочисткой, потом аккуратно приклеиваю по месту. Потребуется сноровка. Вторую деталь я уже пробую приклеить на модельный клей, с тонкой кистью. Так гораздо удобнее. Ну и продолжаю клепать детали на лоб корпуса. Люк мехвода. Сперва приварим крепежик к корпусу. Далее сам люк мехвода. Он склеивается из двух половинок. Сразу примеряю, подходит ли деталь по месту. Если нет, вношу необходимые корректировки. Дальше немного сложнее. Из прозрачных деталей предлагается вырезать стеклышки. И вставить их на место смотровых приборов. При этом рекомендуется сразу покрасить люк в зеленый цвет. Потом впадины для стеклышек покрасить в серебрянку. Приклеить стеклышки. И сверху в открытом или закрытом положении установить реснички. Также сам люк можно приклеить в открытом или закрытом положении. В общем, делайте как вам удобнее и как больше нравится. Я пока стеклышки клеить не буду. Чтобы не заляпать их краской. Но приклею реснички в открытом положении. Потом вставлю стеклышки. Хотя это и более сложный вариант. Вы же делаете исходя из своих сил и материалов. Как-то так. Открытые реснички. Стекла вставлю потом. Сам люк также приклею в конце сборки. Возможно в приоткрытом положении. Еще одна сложность. Курсовой пулемет ДТ в бронировке. Зачистил все детали. Сперва склеим половинки пулемета. Да, здесь бы мне пригодился еще один пинцет и третья рука в придачу. Пока пулемет подсыхает, приклею крюки на лоб корпуса. Обратите внимание, какой стороной их надо монтировать. Пулемет подсох. Я в стволе попробовал высверлить отверстие микросверлом. Кажется, оно там появилось. Как вариант, можно сделать пулемет из кусочка иглы шприца. Сейчас наша главная задача склеить три детали вместе. Удобнее всего, так как это проверну я. Фиксирую на капельку суперклея геля или обычного клея. Дальше ставим механизм на место. Если все сделано правильно, то пулемет будет крутиться во всех плоскостях. Дальше навешиваем всего на правый борт. Это и разные ящики зип, и шпоры для гусеничных траков, и сами траки, лопатка и куча всего прочего. Не забываю уложить трос. Можно взять ниточку из набора и изогнуть трос как вам угодно. Но пластиковый трос выглядит изначально красивее. Если справились с правым бортом, то и с левым тем более справитесь. Там деталей поменьше. Теперь корма. Приклеим элементы выхлопной системы. Установил. Ну вот неудача. Я потерял левый патрубок. Уже облазил пол комнаты. Ладно, что-нибудь придумаем. Дальше очень характерные для 76-мм 34-ок маршевые топливные баки. Склеиваются баки из нескольких панелей. В целом ничего сложного. Потом их нужно аккуратно посадить на свое место. Последний из крупного на корпусе. Это крышка над жалюзями МТО. В нее предлагается вклеить сеточку. Саму сеточку надо вырезать, приложив к шаблону в инструкции. И дальше сложить детали в бутерброд, зажав сетку между двумя пластиковыми деталюхами. Окей. Пробую вырезать сетку. Приложил к шаблону, прижал пальцами и пробую разрезать ножом. При этом не порвав сеточку. Можно и ножницами провернуть это дело. Я вырезал с небольшим запасом. Что оказалось правильным решением. Примеряю по месту нашу заготовку. Подходит отлично. Теперь можно либо прихватить сеточку к крыше, затем приложить нижнюю рамку и по периметру промазать клеем. На самих перемычках либо не клеить, либо наносить клей очень аккуратно. Я воспользуюсь суперклей гелем, при этом нижнюю рамку юзать не буду, иначе перемычки будут чрезвычайно толстыми. Кстати, одна перемычка у меня была изначально сломана, придется ремонтировать. Итак, намазал немного суперклей геля по периметру. Прихватываю сеточку, прижимаю, чтобы сетка прижалась и изогнулась дугой. Ну вот, замечательно. И не надо нам той детали. Ну а вы пробуйте так, как вам проще, если мой процесс показался слишком трудоемким. Сломанную перемычку пофиксил полосочкой картона. Сажаю ее на клей. Небольшая кривизна здесь вообще не проблема, поскольку в реальности эти сетки очень быстро ушатывались. Внезапно хорошая новость. Я нашел потерянный патрубок глушителя. Оказывается, он лежал между страницами тетрадки. Теперь можно будет поставить его на свое законное место. Башню. Здесь совсем немного деталей. Вклеил петли люков, колпак. Сами люки можно приклеить в открытом или закрытом положении. Если приклеить в открытом, то поймете, почему немцы называли танк Микки Маусом. При склейке прибора наблюдения не забудьте вставить прозрачное стеклышко внутрь. Клей наношу совсем немножко и только снизу, чтобы стеклышко не помутнело. Теперь можно ставить деталь на башню. В самую последнюю очередь ставим поручни и крюки на башню и корпус. Дабы не поломать их. Зачистку поручней можно осуществлять аккуратно лезвием. Тогда вероятность их сломать гораздо меньше. Ну и на этом все. Или почти все. Немного сварки на шип на корме башни. Осталась непонятная для меня деталь. То ли резервуар, то ли ящик на корме танка. Он мне не нравится и портит внешний вид кормы. Как мне кажется. Также не буду ставить скатку. Она довольно слабо проработана. Но вы конечно же можете поступить наоборот. Оставшиеся траки можно повесить на поручни на башне. А также на лоб корпуса. В последнем случае придется сымитировать гайки для их крепления. В следующей серии я подведу итоги по этой модели. И мы произведем ее покраску кистью. Но перед этим наверное выйдет серия с ИСом третьим. Всего доброго, удачи, пока.